Привет, мои любимые! Я решила для вас сделать серию видео о том, как я наношу тональные основы разными способами для достижения разных результатов. Как обычно, это только мое субъективное мнение, только чисто демонстрация, никого не убеждаю, что так правильно или неправильно, не убеждаю, что так нужно делать. Просто у меня было два варианта нанесения тональной основы раньше, два видео, и они мне, честно говоря, не очень нравились. Я решила их переделать, и сейчас очень хороший момент для этого, потому что я попортила свою кожу, и на ней есть какие-то недостатки. Вам будет, по крайней мере, интереснее смотреть, как это маскировать, потому что, очевидно, на коже в норме особенно маскировать нечего. Нужно только выравнивать тон. Сегодня буду делать видео о том, как я наношу тональную основу плотным способом, профессиональную тональную основу, для вечера, для фотосессий, то есть когда нужен именно плотный слой, ну и вообще, как сделать тональную основу более плотной, чем она есть. Игнорируйте, пожалуйста, мою непонятную лохматую прическу, просто я только недавно помыла голову, сейчас собираюсь выходить из дома, поэтому вот в таком виде, извините, не нужно писать 500 комментариев по поводу моих волос. И приступим к нашему процессу нанесения. Как обычно, начнем с того, что мы очистили кожу лица, использовали тоник или нет, как вам нравится, нанесли крем для век там вокруг глаз на эту область. Дальше. Как обычно, у любого способа тональной основы, если вам нужно оформлять брови, то карандашом мы это делаем до основы, и тенями это лучше получится после основы, потому что карандаш будет размазываться по основе, а тени не будут приклеиваться без основы. Поэтому вот мое личное мнение субъективное, что вот это вот лучше делать так, поэтому если у меня сегодня брови подкрашены карандашом, то я это делаю до основы. Дальше нам нужно увлажнить кожу. Я беру свой любимый увлажняющий крем у меня Натура Сиберика. Чуточку его я уже нанесла, но дело в том, что сегодня буду использовать тональную основу джинс. Она немного агрессивна для кожи, именно потому что она профессиональная, она стойкая, поэтому я считаю, что лучше защитить кожу как-то праймером или увлажняющим кремом, плюс к тому. Так как эта основа для меня, на мой взгляд, имеет довольно низкое покрытие, я хочу его увеличить. Что я вам, собственно, и буду показывать? Увеличиваемое покрытие вот такой вот кистью. В отличие от, например, вот такой вот кисти, которая легче наносит тональную основу, чем это указано на упаковке, чем у вас получится это руками, Вот эта кисть для тональной основы увеличивает покрытие. В сравнении с другими вот такими вот легенькими кистями, нанесением пальцами, вот такой кистью основа ляжет более плотно. И эта кисть имеет тенденцию очень сильно впитывать в себя тон. Поэтому очень логично, особенно если вы делаете макияж не на себе, а на подруге, сначала этой же кистью нанести увлажняющее средство. Это будет и ровно, и тоже кожа будет защищена лишний раз. И также часть крема впитается в эту кисть. Как раз мы не нанесем на кожу излишки. И больше эта кисть не будет так сильно впитывать тон, что нам совершенно не нужно. Ну и так вот наносим. После нанесения увлажняющего крема нам нужно дать пару минут, чтобы он впитался. И в это время вы можете заниматься какими-то другими делами, волосами, одеться, чем угодно. Перед нанесением тональной основы, если у вас есть высыпания или другие недостатки, можно их замаскировать. Например, корректором светло-бежьего цвета я буду заполнять вот эти вот ямки своих мешков вокруг глаз. И вот сюда вот немножко для подсветки этого светлого цвета добавляю. Использую кисть для консилера F70. Она очень похожа на ту самую кисть, которую я использую для тональной основы F60. И распределяем в этой области только для подсветки. Как бы это помогает нам нашу складку, вот эту углубление выдвинуть на первый план. Красноватые дефекты кожи, какие-то высыпания мы маскируем зеленоватым оттенком корректора. Это, опять же, корректор от Jeans. Он не очень зеленый, скорее, больше такой светло-бежевый, что ли, беловатый, с небольшим зеленым оттенком. Поэтому он не очень заметен и основой перекрывается хорошо, совершенно не видно этой зелени. Ну и красный цвет тоже неплохо нейтрализует. Как я уже сказала, основу использую от Jeans. Мой оттенок 107F, увлажняющая основа. Вот так вот выглядит на моей руке мой оттенок. Этот оттенок довольно такой желтоватый, теплый цвет. Намного теплее, чем моя кожа, но зато он придает такой свежий эффект. Какой-то персиковый, что ли, такой оттенок. И сначала мы наносим основу такими вот штрихами. Просто накладываем ее на лицо. Когда я полностью положила цвет такими вот растягивающими движениями, у меня остаются некоторые полосочки. Теперь нам нужно пройтись по всей коже, по этим полосочкам, похлопывающими движениями. Такое вбивание, оно как бы снимает этот эффект полосатости. Потому что обычная кисть вот такими вот движениями сильно полосит. И обратите внимание, очень важное место вокруг бровей. Здесь очень часто получаются полоски. И очень сложно нанести естественно на эту область. Здесь, наверное, лучше все-таки пальцами распределять. Вот такое вот чуть влажное покрытие дает данная тональная основа. Если у вас сухая кожа, то вполне достаточно припудрить только область вокруг глаз. Или даже только под глазами, как я обычно делаю. Это делается для того, чтобы у вас не скатывалась ваша тональная основа, ваши корректоры и консилеры. Если же у вас нормальная комбинированная или жирная кожа, есть смысл припудрить ее какой-нибудь матирующей пудрой, которая будет увеличивать стойкость макияжа.